Намаскар! Медитацию всегда можно привнести в волшебство и сделать медитацию очень интересной, очень эффективной, даже в том случае, если разум блуждает. И этот секрет — это позиционирование себя относительно высшего сознания. То есть на высшее сознание можно пытаться смотреть, как на объект. Я говорю пытаться, потому что это невозможно. Объект значит что? Ну, я смотрю на свою руку, рука — объект, я — субъект, правильно? Охотник смотрит на зайца, заяц смотрит на ёлку. Ёлка — объект для зайца, заяц — субъект для ёлки, заяц — объект для охотника, охотник — субъект для зайца. То есть субъект — это тот, кто смотрит, и объект — это то, на что мы смотрим. И обычно для нас очень непривычно смотреть на что-то, как на субъект, то есть мы всегда смотрим на что-то, как на объект. И высшее осознание мы тоже пытаемся реализовать как объект. То есть ты сидишь, медитируешь, повторяешь мантру, и ты пытаешься это представить, как это высшее осознание – это всё, что есть, как это любовь – это всё, что есть. Но для тебя эта любовь, это высшее осознание, оно остаётся мёртвым, потому что ты смотришь на него, оно не смотрит на тебя. У тебя нет живого контакта между им и тобой. И когда ты меняешь позицию и ты понимаешь, что на самом деле это ты объект, а высшее осознание – это субъект, то есть именно сейчас своей силой, своей волей высшее осознание создаёт тебя внутри своего ума. И само наличие того, что ты есть, твое тело, твой ум, твои мысли – это всё обусловлено его творческим процессом. То есть прямо сейчас он создаёт тебя, прямо сейчас он поддерживает твоё существование. А соответственно прямо сейчас его внимание направлено к тебе. То есть единственное, что остаётся сделать – это развернуть зеркало своего внимания к нему. И в тот момент, когда это происходит, происходит прямой контакт двух живых сознаний. И этот контакт происходит, если вы, допустим, смотрите... С любым сознательным существом у вас есть ощущение вот этой вот соприкосновения. Например, вы смотрите в глаза другу и вы видите... То есть в тот момент, когда два внимания встретились – там какое-то соприкосновение. И обмен энергии происходит. Знанием происходит обмен. То есть можно многое сказать глазами и происходит обмен энергии. Энергию глаза сообщают. Даже с животными такое возможно. Можно коту в глаза посмотреть и почувствовать вот этот вот... Пум! Внимание встретилось. Ну обычно кот, он не особо... Ну собака, допустим, запросто. То есть ты смотришь и ты чувствуешь осознанность с той стороны. Тенс, контакт произошёл. Два внимания соприкоснулись – произошёл какой-то обмен между ними. Вот точно так же и здесь. Когда ты медитируешь и когда ты просто пытаешься представить себе вот эту идею, что Высшее Сознание повсюду вокруг меня, внутри меня. Но ты как бы наблюдатель и ты наблюдаешь за этим Высшим Сознанием. Медитация не оживает, она остаётся... Да, о чём ты думаешь, с кем ты становишься, твой разум возвышается, но нет вот этого живого контакта. Но когда ты в медитации сел, замер и стараешься почувствовать, прямо сейчас Высшее Сознание смотрит на меня, любит меня, знает меня, а я смотрю на него. В этот момент происходит прострел, вот эта энергия прошивает. Ты чувствуешь вдохновение, потому что через вот этот взгляд, через вот этот контакт двух вниманий происходит обмен энергии, происходит обмен знаниями. Я Вам скажу такую вещь, что часто в медитации у меня что-то вроде вот СМСки приходит. То есть я сижу, медитирую, и когда я достиг вот этого разворота, то есть я сейчас осознаю, моё внимание направлено к Высшему. И я осознаю, что Высшее Сознание прямо сейчас смотрит на меня. И вот эти два внимания встретились. В этот момент у меня происходит озарение. То есть какие-то вещи, допустим, те вещи, которые я не мог, решил внезапно, проникает. То есть это как космический интернет. Даже ты на полсекунды установил коннект, контакт. За эти полсекунды в тебя приходит нужное знание, в тебя приходит нужное вдохновение, нужная энергия. Это очень-очень волшебная вещь. Вот поэтому я Вам советую, попробуйте медитировать вот так. Не попробуйте, а медитируйте так. То есть когда Вы садитесь медитировать, представьте неверное слово. Но развернитесь в твоё внимание таким образом, как будто вы смотрите в глаза Богу. И Бог смотрит в ваши глаза. Прямо сейчас, в этот момент, Он творит ваш разум, Он творит ваше тело. И всё, что есть, это Его творение. Прямо сейчас Он смотрит на тебя, любит тебя, знает тебя. И ты своё внимание тоже направил к Нему. Тогда твоя медитация будет очень живой. И в ней будет блаженство, в ней будет элемент высшего счастья. Всего-всего доброго. Намаскар. Дорогие друзья, спасибо за просмотр видео. Оно является частью проекта уроки медитации. Это онлайн-ресурс по освоению основ йоги и медитации. Для того, чтобы это освоение происходило не хаотично, оно происходило системно. Йога – это 99% практика, 1% теории. Я рекомендую вам подписаться на рассылку. Для этого нужно зайти в уроки медитации, слит на урокимедитации.рф. Там оставите свой электронный адрес и свой город. И с этого момента начнут приходить видео-уроки. В этих видео-уроках даётся практика некоторая, и дальше даётся домашнее задание. Вы получаете это, практикуете, и потом следующий урок приходит. И таким образом вы очень системно, очень грамотно, очень гладко осваиваете вот эту вот науку, тонкую науку о медитации. Курс получился очень вдохновляющим. Я получаю прекрасные отзывы от слушателей, много очень таких хороших слов. И я сам вдохновлён, то есть я не думал, что по интернету можно вот так вот обучать. Но на самом деле получается ещё более эффективно, даже чем очно, потому что есть вот тут вот система такая незыблемая. Так что подписывайтесь. И когда не хочется ждать три дня до следующего выпуска, тогда вы можете пользоваться YouTube-каналом. Подписывайтесь на него, и вы будете получать все самые свежие обновления, все вот эти вдохновения, которые внезапно озаряют и приходят, и они записываются, то есть они все ваши. И на YouTube-канале среда очень такая демократичная, широкая, то есть там есть большие лекции, кому-то нравится там по два часа слушать лекции, есть маленькие совершенно вдохновения, есть практики физические, есть практики медитативные, есть философские вещи. Ну всё, вникайте, подписывайтесь, и если вам нравится, то делитесь своими друзьями. За это тоже я очень признателен. Всего доброго!